Украина стала крупнейшим получателем помощи, рецепентом от США с времен Второй мировой войны. К такому выводу пришла газета «Вашингтон-Пост» в результате анализа официальных данных Пентагона и Госдепа США. Украина получила от США помощь в размере более 66,2 миллиарда, из них более 43 миллиардов непосредственно военной помощи. Вашингтон отмечает издание, что он направил Киеву боевую технику из запасов Пентагона на общую сумму примерно 23,5 миллиарда долларов. Взял на себя долгосрочные обязательства в поддержке Украины финансирование производства вооружений в размере 18 миллиардов долларов и предоставил субсидии на закупку западного оружия на сумму 1,5 миллиарда. Так что США выделили Украине примерно 20,5 миллиарда экономической помощи и 2,6 миллиарда гуманитарной помощи. Ну, насколько вот ты полагаешь, эта помощь достаточная, недостаточная. Вот в контексте бесконечных вопросов о ленд-лизе и всем остальном, что вот опять же ленд-лиз это форма, а суть содержания, потому что объемы-то ее, они, в принципе, за эти полтора года достаточны, недостаточны. Как это оценить? Ну, про ленд-лиз мы говорить не будем, потому что... Ну, я имею в виду, как жутко. Я не считаю, да, это сервис. Американцы между собой разбираются, ленд-лиз или не ленд-лиз. Дело в том, что ленд-лиз это, еще раз повторюсь, это форма, предоставляющая президенту Соединенных Штатов, облегченные протоколы предоставления военной помощи. И если он и по какой-то причине не воспользовался, как вы думаете, как Украина может настоять на это? Вот так вот, на секундочку. Второй момент, это внутроамериканское дело. Второй момент, нам поставили много военной помощи, реально, много. Но, с моей точки зрения, не поставлены ключевые компоненты, которые могли бы решительным образом, решительным образом обеспечить нам решительное превосходство по некоторым направлениям. Например, авиация боевая и дальнобойная ракета. Та, которым прожужжали все уши уже. Прожужжали и пережужжали. Вот, поэтому огромное спасибо американцам за военную помощь. Если бы ее не было, у нас бы уже вообще не существовало. Это нельзя отрицать, это прямо так и есть. И все-таки есть два вопроса к американцам. У меня есть, есть, были, есть и будут. Где F-16 и где Атакамс? Притом, с Атакамсами это вообще цирк на дроте, потому что уже немцы заявили, что они близки к согласию о поставках Тауруса. У Тауруса дальность на 200 километров дальше, чем Атакамса заявлено. 500, а Атакамса 300. Казалось бы, казалось бы, ну чего уже стесняться. А нет. Вот Атакамсы все еще дискутабельны. Дискутабельны. Да, французы поставили Скальп, британцы поставили Стормшедо. Это идентичная ракета. Все летит на 300 километров. Как и Атакамсы. А Атакамсов нет. Только принца нет, где же он подевался. Я не понял. Так вот я не понял, где Атакамсы и F-16. А так, да, так огромное спасибо. Не устанем говорить спасибо. Вот информация о том, что США одобрили отправку в Украину. Первой партией танков Абранс. CNN сообщил. Ну, танки это замечательно. Всего они обещали нам даже целый батальон по штату. 31 танк. Но, увы и ах, ничего принципиального на поле боя не изменит. Ну, еще один танковый батальон. Еще 30 танков, тем 500, которые уже передали. Поэтому это не будет существенного изменения. Существенное изменение, то, что могло стать game changing, то есть изменяющие правила игры в нашу пользу, это авиация, это Атакамсы. Этого нет. Увы. А так, да, пакеты выделяются. Только за прошлые 2-3 недели выделили почти 2 миллиарда. Миллиард, сколько там, 200 и 400 миллионов еще. Насколько я помню. Если я не ошибаюсь, миллиарды. Так что это очень удивительная помощь. С одной стороны, она нас спасает. С другой стороны, она не позволяет нам решить задачи, которые мы перед собой ставим. Или решить задачи эффективнее, которые мы перед собой ставим. Мы их решим, конечно, но могло бы быть и поэффективнее. Ну, видимо, такова логика американской политики. Что-то они себе там понимают, думают и считают далеко. Ну, вопрос тогда. Да, мы вот тоже должны сказать о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре сегодня с госсекретарем США Антони Блинкиным призвал дать Киеву дальнобойные ракеты АТКОМС. Об этом СМИ сообщают. Ну, разговоры, видно, по итогам всех мероприятий в Саудовской Аравии был и контекст всего, который сопровождал это. Ну, тем не менее, призывы к поставке этих ракет... Не знаю, Блинкин насколько решающим образом этот вопрос влияет. Не знаю, это не его сфера вообще-то. Хотя, как они там принимают решение-то? Решение принимает президент США. Ну, да. Министры странных дел должны общаться, в том числе, на тему военной помощи. Потому что это существенным образом вплетается в международный контекст, исходит из международного контекста и влияет на международный контекст. Поэтому ясно, что не буду говорить. Но сегодня заложенный смело разговаривал по телефону, как доложили. И обсуждали, в том числе, потребности, необходимые для наступления. Посмотрим. Угу.